Теперь зачитываем то, что говорит имам Абдулгани Аль-Махдиси. Говорит, «Уаталатарат Аляхвар» и пришли известия к нам, то есть от посланника Аллаху Саламу Асаламу, в форме «Муталатир», так? То есть в огромном, многочисленном количестве пришли к нам известия от него. «Уасахат Аляхар» и пришли достоверные Асары, то есть опять-таки известия. То есть Всевышний Аллах каждую ночь спускается на нижнее небо. Санай-дунья, то есть небо, которое у нас над нами, непосредственно так, то есть самое нижнее, ближнее небо. А раз пришли к нам эти известия, то непременно необходимо в них верить. А теперь вопрос, а если бы эти известия не были многочисленными и огромным количеством? Только одно известие пришло бы от пророка Саламу Асаламу, но за соверными снадами, не только от одного собежника. Было бы обязательно верить в это? Было бы обязательно, так? То, что здесь имам Абдулганер Махтики говорит, что эти известия пришли к нам в огромном количестве, в форме «Муталатир», не означает, что если они придут в меньшем количестве, в них не обязательно верить. Не обязательно в них верить в том и в другом случае. Говорит «Уасаслим ногу» и необходимо смириться с этим и не говорить, ну как Всевышний Аллах спускается, так или нет? Разве такое возможно? Он же Господь миров. Это является признаком слабости и так далее. Все это, что мы всего этого не говорим, так как сам Всевышний Аллах сказал, что он спускается, и его послание Сарлаты сказал, что он спускается. И мы не должны противиться этому, видишь? Не должны выдумывать различные вот такие вот оговорки. И мы должны читать эти аяты без того, чтобы придавать этому какой-то образ. Теперь вопрос. То, как Всевышний Аллах спускается, есть у этого образ или нет? У этого образ есть. То есть Всевышний Аллах спускается согласно какому-то образу, так, то есть определенному образу спускается. Но мы этого не знаем. Поэтому мы не говорим, он спускается так-то или по-другому. Понятно ли? Все, что мы говорим, то, что Всевышний спускается так, как надлежит его величию. И его спускание на ближнее небо не похоже и не схоже, чем со спусканием творения. То есть если ты спускаешься со второго этажа на первый этаж, то Всевышний не так спускается. Не так спускается. Понятно ли нет? Говорит, вуаля тамти, львиш, и мы не сравниваем и не приравниваем его, этот атрибут, к атрибутам творения. И не говорим, Всевышний спускается так же, как, например, спускается самолет во время посадки. То есть это что? Такое уравнение Всевышнего Аллах является неверием и не является разрешенным. Вуаля-то уиль. И также мы не разъясняем это каким-то другим образом. Говорим, имеется в виду не сам Всевышний спускается, а имеется в виду его приказ спускается, его милость спускается, ангел вместо него спускается и так далее. То есть не делаем такое, ой, не делаем такое, что? Такой торфир, неправильный торфир, не делаем этому. Вуаля танзих, ян фи хакэ хатан музуль. И также не делаем танзих. Что такое танзих, брат? Любой, который берет какой-то атрибут Всевышнего Аллаха и говорит, на самом деле это не так, имеется в виду то-то и то-то. На самом деле не имеется в виду, что Аллах сам спускается, а имеется в виду, что его приказ спускается. Что он этим хочет сделать? Он хочет сделать санзигуллах. Он хочет, что? Возвеличить этим Всевышнего Аллаха. Говорит, когда я так говорю, я очищаю Всевышнего от каких-то недостатков и возвеличиваю его. Мы говорим, нет, это не возвеличивание, так или нет? Потому что это неверие в то, что сказал Аллах, его посланник. И нету возвеличивания Всевышнего в том, что ты проявляешь неверие в его контексте. Поэтому говорит имам Абдулзани Аль-Махдиси, и мы не возвеличиваем и не очищаем Всевышнего Аллаха от недостатков таким образом, Так что начинаем отрицать действительно сущность того, как Всевышний спускается. Так или нет? То есть наше возвеличивание и наше очищение Всевышнего от недостатков не делается таким образом, что для этого мы что? Отрицаем его атрибуты. И говорим, нет, это не руки. Если у него будут руки, значит, он похож на творение, значит, это недостаток, значит, значит... То есть этого всего не говорим. Несмотря на то, что мы говорим и заявляем о том, что Всевышний Аллах свободен от всяких недостатков и все его атрибуты не имеют границ в чем? Совершенствий. Не имеют границ в совершенствии. Так вот, по-другому еще у Аляма вот это предложение говорят так. Избат биду не танфиль мы должны подтверждать качество Всевышнего Аллаха без того, что уподобляем его качество творения. Избат, смотри, мы должны подтвердить биду не танфиль. Без чего? Без того, чтобы уподоблять эти качества качеством творения. И говорят, уатанзиль, и мы должны прославлять или возвеличить Всевышнего Аллаха, очищать его от недостатков, биду не танфиль, без того, чтобы, саатиль, аннулировать его атрибуты. Запомнили это правило? Хорошо, если его запишите. Избат биду не танфиль, подтверждение атрибутов, без того, чтобы сравнивать их с атрибутами творений. Избат биду не танфиль, уатанзиль, и прославление Всевышнего Аллаха, или его очищение от недостатков, биду не танфиль, без того, чтобы аннулировать эти атрибуты. То есть, чтобы твое прославление Всевышнего Аллаха не было таким образом, что ты отменяешь его атрибуты для этого. Понятно ли? Избат биду не танфиль, уатанзиль, биду не танфиль. Также можешь у себя следующее записать. Любой муаптиль, мумасиль. Куллю муаптлин, мумасиль. Каждый, кто отрицает атрибуты Всевышнего Аллаха, является тем, кто уподобляет атрибуты Всевышнего атрибутам творения. Каждый, кто отрицает атрибуты Всевышнего Аллаха, является тем, кто уподобляет эти атрибуты, атрибутам творения. Почему, брат? Зачем человек аннулирует атрибуты Всевышнего? Говорит, нет, он не описан за тем, что он спускается. Почему так он делает? Говорит, потому что он делает, брат, сам си, потому что он уподобляет. Говорит, если бы так было, значит, он подобен творениям. Поэтому мы говорим, любой, кто аннулирует, не аннулирует, кроме как из-за того, что уподобляет. Поэтому любой мумасиль, кто мумасиль. И также говорим наоборот. Любой мумасиль, мумасиль. Куллю мумасилин мумасиль. Каждый, кто уподобляет атрибуты Всевышнего атрибутам творения, мумасиль, аннулирует их. В каком смысле аннулирует? Он же не аннулирует данный случай, что он говорит, у Аллаха есть, Аллах Всевышний спускается, и это подтверждаю. Но он спускается так, как спускается творение. Этот что сделал? Уподобил. Мы говорим, любой уподобляющий, аннулирующий. Как понять аннулирующий? Здесь же он не аннулирует, он же говорит, спускается. Имеет в виду, он аннулирует совершенство того, как Всевышний спускается. Потому что приравнивает его спускание к чему? Спусканию творения. Понятно ли нет? Этим сам он, если даже не аннулирует атрибут полностью, но аннулирует его совершенство. Понятно ли? Совершенство этого атрибута Всевышнего Аллаха. Запомнили это правило? Во-первых, изба бидуни танфиль, ватанзих бидуни таатиль. И во-вторых, сказали куллю муаттиль мумасиль, вакуллю мумасилин муаттиль. Дальше читаем. Говорит Абдул-Ани Аль-Махдиси, сфарова Абу-Хурейра, передается хадис от Абу-Хурейра, а на Расулу Аллах, салалулаху саламу, то, что посланник Аллах, салалулаху саламу, сказал, янделю Раббуна, кулля лейлатин илля сана из-дуния. Спускается наш Господь каждую ночь на ближнее небо или на ближнее небеса. Когда остается последняя треть ночи. Когда остается от ночи только ее последняя треть, Всевышний спускается на нижнее небеса, на ближнее небо. Якуль и говорит, Кто зовет меня? Кто вызывает ко мне или молит меня? Я отвечу ему. То есть кто меня в это время ко мне вызывает? Я отвечу ему. Кто просит у меня чего-либо, я ему дам. Кто просит у меня прощения, чтобы я мог простить его, чтобы я простил его. И так происходит, пока не наступит рассвет. Этот хадис приходит у кого? Приходит у имама Бухари и мусульма. У Бухари и мусульма хадис устафа фунали. Хадис согласован. И у тебя подпишите, что вот этот вот реваят, самый достоверный реваят этого хадиса. То есть у этого хадиса очень много реваятов. И приходят разногласия в некоторых словах. Кто-то говорит, что когда остается последняя треть ночи. Кто-то говорит, когда остается полночи. Кто-то говорит, когда пройдет от ночи первая ее треть, Всевышний спускается. Вот этот вот реваят самый достоверный. То, что Всевышний Аллах спускается, когда остается от ночи последняя ее треть. Что такое ночь? Ночь как считается? Начиная с Магриба, когда азан дают на Магриб, допустим, в 6 вечера дали азан на Магриб, в 6 утра дали азан на Фадзир. Вот от Магриба до Фадзира это считается ночь, шариатская ночь, понятно или нет? То есть у нас получилось сколько в данном случае? 12 часов, делим на 3 по 4 часа. Исходя из этого ночь, Всевышний Аллах в данном случае, когда будет спускаться? В 2 часа ночи. Понятно, в 2 часа ночи заходит последняя треть ночи. И в это время желательно читать ночной намаз. Имеется ввиду какой ночной? То есть дополнительный ночной намаз. Не имеется ввиду обязательно. А в одном из реварятов, смотри, как пришло, спускается Аллах. Спускается Аллах на ближнее небо, когда останется последняя треть ночи. А в первом реваряте, как пришло, спускается наш Господь. Господь и Аллах. Разница есть или нет? Есть. Говорит, и неправильно говорит то, что не Аллах сам спускается, а спускается его мощь в это время. То есть джахмиты, муатазилики, джахмиты вообще, что отвергли это? Муатазилики, ашариты и так далее, они начали делать таксиры и говорить, нет, не имеется ввиду, что сам Аллах спускается. Имеется ввиду, что спускается его мощь. Другие сказали, ва-ля-рахна. Другие сказали, нет, спускается его милость, имеется ввиду, милость спускается и говорит, кто взывает ко мне, я отвечу и так далее. Говорит, ва-ля-ну-зуль-аль-малек. А некоторые сказали, спускается ангел. Спускается ангел, который посылает Аллах и так далее. Почему этот таксир неправильный? Почему все эти таксиры неправильные? Во-первых, у себя запишите некоторые причины. Во-первых, то, что спускание этих вещей, как мощь Аллаха, или его милость, или ангелов, ничто не конкретизируется концом ночи. Так или нет? То есть мы же не говорим, что мощь Аллаха спускается только в последнюю треть ночи. Так или нет? То есть мощь Аллаха всегда присутствует. Или милость Аллаха. Мы же не говорим, что милость Аллаха спускается только в последнюю треть ночи. Или ангелы спускаются только в последнюю треть ночи. Какой смысл конкретизировать это, если здесь не имеет в виду сам Аллах, а имеет в виду мощь или милость? Во-вторых, спускание всех этих вещей, как мощь, или милость, или как ангел, не конкретизируется ближними небесами. То есть мощь Аллаха не задерживается на ближних небесах. Правильно или нет? Мощь Аллаха распространяется по всему, так же, как его милость. Так. И в-третьих, кто может сказать то, что ангел говорит, кто взывает ко мне, что я отвечу ему? Кто просит у меня, я ему дам. Кто просит у меня прощения, я его прощу. Разве ангел говорит такие слова? Ангел не может говорить такие слова. То есть не может он кого-то прощать или не прощать. А прощает то, что Всевышний Аллах. И он мог бы, что если бы это был ангел, он бы как сказал, кто просит прощения у Аллаха, Аллах простит его. А не сказал бы, кто просит прощения у меня, я его прощу. То же самое мощь или милость. То есть мощь Аллаха не говорит, кто просит у меня, я ему дам, кто просит у меня прощения, я ему прощу и так далее. То есть, брат, любой, кто выходит против истины и пытается исковеркать истину, попадает во что? Попадает в противоречие самому себе. То есть, он пытается хитрить и попадает в противоречие самому себе, оттуда, откуда он даже не ждет. Теперь вопрос. Допустим, они говорят, что... Нет, говорит. Всевышний Аллах не возвышился на трону. Здесь не Иста-Ула приходит. Не в смысле возвышился, а в смысле Иста-Уля. Победил, например. Мы говорим, хорошо, почему ты сделал такой тактик? Он говорит, потому что если мы скажем, что он возвышился, то он станет подобным творением. Мы говорим, хорошо, а если ты скажешь, что он победил, что он в этом не подобен тогда творением? То же самое, так или нет? Если ты говоришь, что Всевышний победил и завладел троном, то есть люди так же, как возвышаются, так же завладевают какими-то предметами. Так или нет? То есть, зачем? А здесь он уже говорит, нет, здесь имеется в виду, завладел так, как надлежит его величию. Скажем тогда, брат, зачем эти все, как называют, лишние накладки, так или нет? Так и скажи, что он возвысился так, как надлежит его величию, чем придумывать, что здесь не возвысился, а здесь завладел, но завладел, имеется в виду так, как надлежит его величию. Зачем этот лишний шаг делать? Тебе контексты говорят об одном, ты их пытаешься изменить, для того, чтобы попасть тоже во что, в чем пытаешься обвинить нас. Так или нет? Дальше. Говорит. И неправильно сказать, что под кловом спускается наш Господь на нижние небеса, имеется в виду, спускается его мощь, или милость, или ангел. Почему? Лимар Алла Муслим. Потому что имам Муслим передает, где и с Надей, с его с Надом, от Сухейли бнаби Салих, от Сухейли бнаби Салих, от его отца, от Абу Гуриры, от посланника Аллаха, саламу ассаляма, то, что он сказал, янзилллах, спускается кто? Аллах. Разве про милость, или про щедрость, про мощь, или про ангела Всевышний скажет, или пророк Ассанка, спускается Аллах. Нет, здесь из этого аята четко и ясно понятно, что спускается, так что спускается сам Всевышний Аллах. Иля сана идуния к ближним небесам, и наем дуисулли суллия. Тогда пройдет первая треть ночи. Видишь, как я вам говорил, что есть разногласия в этих словах. Самый достоверный, вот это, верхний, то, что Всевышний спускается, когда останется последняя треть ночи. И говорит тогда Архивышний Аллах, я властитель, я властитель. А Муатазелита, Ашарита, что сказали? Здесь, говорит, не Малик, а Малек. Я ангел, я ангел. Спускается, говорит, кто? Ангел. Сначала, в начале хадиса приходит, спускается Аллах, и потом тот, кто спустился, говорит, я ангел, я ангел. Ах, и зачем все это? Так или нет? Зачем коверкать контексты так, чтобы над тобой смеялись, не говоря уже о взрослых людях, дети и мажнуны. Так или нет? Над тобой, брат, над твоими сахфирами этих хадисов смеются не то, что взрослые люди, не то, что улама, не то, что требующие знания. Смеются дети, смеются, мажнуны смеются над такими сахфирами. Так или нет? Говорит, Манзаллавия Друни и Саасаджибаля. Тот, тот, который взывает ко мне, я отвечу ему. Манзаллавия Сахфируни. Тот, кто тот, который просит у меня прощения, Фаасаджираля. Я прощу ему. Хатта и Убри уль-Саджир. Пока не засвечится рассвет. Пока не наступит рассвет. Это хадисы у имама мусульма за северными снадами. Зачем его привел имам Абдул-Жанель Махдиси? Чтобы показать, что вот эти, что вот эти сахфиры, то, что спускается мощь милости или ангел, неправильные. Почему? Потому что в хадисе мусульма здесь пришло, спускается Аллах. Янзил Аллах, а не просто наш Господь. Потому что они могут сказать, что слово Господь в арабском языке употребляется не только к Аллаху, а также к другим и так далее. Нет, вот здесь конкретно пришло, спускается Аллах. И второй хадис, который передается со слов Рифаа, ибн Ураба, аль-Джухани, то, что посланник Аллаху, ассаламу, сказал, когда пройдет первая половина ночи или первая треть ночи, янзил Аллах, а тазиш, спускается Всевышний Аллах, и ласана и дуне, к нижним небесам, к нижним небесам, фаякуль и говорит, Сейчас я не буду спрашивать о моих рабах никого, кроме тебя. То есть, никого не буду спрашивать о моих рабах. Сам их прошу. Кто будет просить у меня прощение? Кто просит у меня прощение, я ему прощу. Кто тот, который взывает ко мне? Я отвечу ему. Пока не наступит утро, так, пока не наступит рассвет. Ралаху, имам Ахмад. Это хадис, переведет имам Ахмад, и снат его достоверный. И снат его достоверный. Исходя из этого, вот эти два револета этого хадиса, один у мусульма, другой у имама Ахмада, у мусульма со слов Абу Гурейля, а у имама Ахмада со слов Рифаа, ибн Ураба, аль-Джухани, достоверный оба так, о чем говорят? О том, что спускается сам Всевышний Аллах. И неправильно говорить, что спускается что-либо иное. Говорит имам Абдул-Гани аль-Макдиси, и вот эти вот два последних хадиса, полностью отрубают на корню, так? Вот эти различные ложные торфиры, которые пытаются что сделать эти нововведенцы. И отвергают доводы каждого, кто идет за ложью. Так эти два хадиса отвергают доводы каждого, кто идет за ложью. Сколько время? Одиннадцать, да? Давай вот это зачитаем последний, потому что связано с этими хадисами, и все на этом. Говорит, варала хадис ан-нузун, и также хадисы о том, что Всевышний Аллах спускается на ближнее небо, передают Алиб на Абиталиб, Алиб на Абиталиб хорошими снадами. В нем Мухаммад ибн Исхак. Что такое Мухаммад ибн Исхак? Мы говорили, он мудаллист, но если он явно заявляет, что слышал этот хадис, то его хадис уровня хорошего. Так мы это брали, где Булюгульмаран и Вайхунии. Так вот, хадис от Али, о том, что Всевышний Аллах спускается на ближнее небо, хороший. В Абдуллах ибн Масруд, и хадис Абдуллах ибн Масруда достоверный. Кстати, в хадисах Али и Абдуллах ибн Масруда приходит не слово «нузуль», не слово «спускается», а слово «губут». «Губут» — это как бы что? «Спускается быстро». «Губут» — это быстрое спускание. Резкое спускание. Так? То есть, поэтому мы говорим, что Всевышний Аллах описывается качеством «нузуль», а также качеством «губут». То есть «галь» — мягкая «галь», потом «да», потом «гал», потом «па», твердое «па». «Аль-губут». Это качество также установлено по отношению к Всевышнему Аллаху. Также есть такой хадис, передает «губей» ибн Мутаим с достоверным иснадом. В «Аджабир» ибн Абдиллах, что касается хадиса «джабира» ибн Абдиллах, то его иснад недостоверный. В его иснаде один матрук и один мункар в хадисе, то есть хадисы, которые негодятся даже в поддерживших цепочках. «Ваабус Аид аль-Худри», а также от «Абус Аид аль-Худри», это с достоверным иснадом. «Ваамр» ибн Абаса — это с недостоверным иснадом, его иснад прерванный. «Ваабуд-Дарда» — с недостоверным иснадом. Этот хадис вообще мункар, так, от «Абуд-Дарды». «Ваусман ибн Абиласа» и от «Вусмана ибн Абиласа» тоже с недостоверным иснадом. В нем есть слабый передатчик. «Али ибн Зайд ибн Джудам». «Али ибн Зайд ибн Джудам». «Вамуаз ибн Джабаль» — это тоже с недостоверным иснадом, иснад его слабый. «Ваумсаляма» — также передает от «Умсалямы» жены пророка, и снат ее хороший, от нее, ее слов, а не со слов пророка. Что касается того, что она передает это со слов пророка, то это хадис, то это снат слабый. «Вахалкун кивагум». А также многие другие, кроме этих подвижников. Исходя из этого, из перечисленных подвижников, от кого является это с недостоверным, от «Али ибн Абиталиба», от «Абдулла ибн Масхуда», от «Абдулла ибн Мутаима», от «Абду Саида» — «Абдулла ибн Масхудри», дальше от «Умсалямы» с ее слов, и говорит о других подвижниках. А что касается остальных, кого он передачислен, то их хадисы либо слабые, либо очень слабые. Ибн Абдулл-Каим в своей книге Мухтасара «Саваик» «Аль-Мурсаля» передает хадисы о том, что все выше спускаются на ближнее небо от 29 подвижников. В книге Мухтасар «Саваик» «Аль-Мурсаля» от «Ибн Абдулл-Каима» и «Бен Абдулл-Каим» передает этот хадис, о том, что все выше спускаются на ближнее небо от 29 подвижников. А также у Дара Хутни есть книга, называется «Китабуль-нузуль». У имама Дара Хутни есть книга, которая называется «Китабуль-нузуль». И у «Шеку «Л'Ислам» ибн Абдулл-Тайми также есть книга, которая называется «Шархуль-ахадис ан-Нузуль» «Разъяснение хадисов о том, что все выше спускаются на ближнее небо». И остались у нас еще слова улямата, слова обладателей знаний или обладающих знаний о том, что всевыше спускаются на ближнее небо. Чтение их, иншаллах, завершим на следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь имеется в виду не то, что всевышний Аллах сам спускается на ближнее небо в последнюю часть ночи, а имеется в виду, что спускается ангел, или спускается его милость, или спускается его что? Или спускается его мощь. Как ответим на это? Во-первых, в хадисе приходит то, что спускается Всевышний Аллах. В двух риатах от Абу Гуреры и Рифаа Абн-Альбара. Как говорит, как говорит, как говорит, так спускается сам Всевышний Аллах. Это риваят Абу Гуреры и риваят Рисаа Абн-Гураба Аль-Дюгами. Еще как ответим на их слова? О том, что спускается не Всевышний Аллах, а спускается его милость, или его мощь, или его ангел. То есть, да, милость Аллах или мощь Аллах не ограничится тем, что задерживается где на ближнем небе. Не ограничится тем, что спускается только последняя треть ночи. Еще как последний ответ? То, что милость Аллах, или мощь Аллах, или ангел не говорят, кто просит меня и Адам ему, кто просит меня прощения, я прощу его и так далее. Потом также все рассказали то, что атрибуты Всевышнего Аллаха делятся на два вида по двум разным аспектам. Первый аспект какой на два вида делится? Как сказали? Азатия и фиалия. Так или нет? По первому делению можно разделить атрибуты Всевышнего Аллаха на азатия, то есть принадлежащие его сущности, и фиалия, то есть касающиеся его действия. Какая разница между азатия и фиалия? Примерно азатия какой может быть? Какая разница между азатия и фиалия, то есть принадлежащие его сущности. Как, например, лик Всевышнего Аллаха, или две руки Всевышнего Аллаха, то есть то, что принадлежит его сущности, и стопы, так, голень. То есть то, что мы не можем, что сделать? Упоминать отдельно от Всевышнего Аллаха, непременно оно упоминается вместе с Всевышним Аллахом, не отделяется от него, так или нет. Лаян фа куан за тиги абэдан, или мут матан, то есть ни в коем случае не отделяется от его сущности. А действия, что такое? Как, например, спускание на ближнее небо и тому подобное, что это означает? То, что он слышит, то, что он видит, то, что он разговаривает. То, что связано с его действием, связано с его желанием. Когда хочет, делает, и как хочет, это делает. Если не хочет, то не делает, так или нет. Также по второму аспекту, как делили атрибуты, сказали, какие еще бывают, какое деление атрибутов? Собутия. Собутия и второй. Сальвия. Дома не повторяйте, что? Делили Собутия, второй Сальвия. Что такое Сальвия, что такое Собутия? Сальвия, что такое? Собутия, это то, что утверждается и приписывается с его символом. Так же, как лик, так же, то, что он возвращается и так далее. То есть, все эти атрибуты, будь оно затея или фиалия, все они являются Собутия. Также из них есть Сальвия, те, которые мы отрицаем с его символом. То, что он не спит, то, что он не умирает, то, что не берет его ни в ремонт, ни в сон. Так или нет? То, что он не глупой, то, что он не слепой и тому подобное. Понятно? Это называется Сальвия, то, что мы отрицаем от Всевышнего Аллаха. Сальвия, отрицаем от Всевышнего Аллаха. А Собутия, приписываем от Всевышнего Аллаха. Дальше читаем на страницу 36, так или нет? Говорит Ланах Мину Наби Залик, говорит Абдул-Гани Аль-Мухтифи Аль-Хафиз. И мы верим в это. Во что в это? То, что Всевышний Аллах спускается на ближнее небо, в последнюю часть ночи. Мухад Беку на Минхэре Ан-Малтифа Лагу Кайфия. Мы подтверждаем это, не описывая это каким-либо образом. То есть, у этого образа есть, но мы его не знаем. Чтобы узнать образ, то должно выполнить одно из четырех. Как ты можешь узнать образ чего-либо? Или описать кому-либо образ чего-либо? Как ты это можешь делать? Либо ты это видел, либо ты... А? Представлял мне? Либо ты это видел, либо у тебя есть чем сравнить. Я тебе правильно. Либо ты это видел, либо ты видел что-то подобное, так, то есть ты можешь с этим сравнить. Третье что? Да, видел что-то из его рода. Или четвертое? Кто-то тебе описал эту вещь. То есть, тебе описали, ты можешь сравнить. И, допустим, тебе называют какое-то животное, которое ты не знаешь. И тебе говорят, ну, похоже, например, что ушло у него, как у слона, а хвост, как у льва, например, так? То есть, тебе описывают. Ты уже можешь все равно какое-то представление в голове сделать. А про Севышнего Аллаха как ты можешь это сделать? Как ты можешь узнать, как Севышний Аллах искается? Если тебе ты никогда этого не видел, не видел ничего подобного этого, ничего из этого рода, и никто тебе это не описывал. Понятно или нет? Говорит, аунушаббихау бин узуляль махлюкин. И так же мы верим в это без того, чтобы сравнивать его спускание на ближнее небо с спусканием кого? Со спусканием творений. То есть, творение тоже спускается так, сверху вниз. Но Севышний Аллах спускается не так, как спускается то творение. Вот теперь приступает к словам кого? К словам обладающих знания. После того, как перечислил доводы из Кур'ана и Сунны, теперь приводят слова обладателей знания. Его сказали некоторые из обладателей знания. Однажды спросили Абу Ханифу о том, как Севышний спускается. Он сказал, что спускается без того, чтобы мы знали образ этого. То есть, неправильно перевести как без того, что у него есть образ. Нет, образ у этого есть, но мы не знаем образ этого. Это достоверно установлено от Абу Ханифа. Это от Абу Ханифа вот эти слова достоверно от него установлено. И сказал ученик Абу Ханифу Мухаммад Ибн Аль-Хасан Аш-Шайбани. Те хадисы, которые пришли к нам о том, что Севышний Аллах спускается на ближнее небо. И тому подобные хадисы передают их в грецкие передатчики. Поэтому мы передаем эти хадисы и верим в них. И не исковеркиваем их. Так как не подлежит его делать относительно этих атрибутов. То есть, не говорим, что имеется в виду не спускается сам Аллах, а спускается его мощь, милость или ангел. Что касается слов Мухаммада Ибн Аль-Хасана Аш-Шайбани, то это не достоверно от него. От него это не достоверно. То есть, не достоверно, ведь надо к ученику Абу Ханифе Мухаммад Ибн Аль-Хасана Аш-Шайбани, чтобы он такого сказал. И так же пришло к нам от сына Имама Ахмада Ибн Аль-Ханбала Абдуллы, то, что он сказал кунту Ана уа Аби. Однажды я и мой отец Аби Рина Сильмаздид проходили мимо мечети. То есть, проходили внутри мечети, то есть, с одного выхода к другому. И тут мой отец, то есть, что его отец, Имама Ахмад, услышал, что один из рассказчиков рассказывает хадис о том, что Всевышний спускается на ближнее небо. И этот рассказчик сказал, Когда наступает средняя ночь месяца Шаабан, имеется в виду 14, 15 или 16, то есть, 15 или 14 ночи, когда наступает месяца Шаабан, Ивышний Аллах спускается на ближнем небесам. Беля Заваль, без всякого исчезновения, Без всякого перехода сверху вниз, И без всякого изменения его положения или состояния. Так сказал кто? Этот рассказчик. Во-первых, его ошибка в чем? В том, что он сказал, что это происходит только в среднюю ночь месяца Шаабан. Хадис об этом недостоверный. О том, что ограничится это только этой ночью. Ограничится ночью месяца Шаабан. Это недостоверно. Во-вторых, он начал делать торфейр этому. Чтобы люди, что, не подумали, как это все вышло спускается, когда они испугаются. Он им все начал говорить. Он спускается без того, чтобы исчезнуть. И без того, чтобы он... То есть, он спускается, но он никуда не переходит. Ни сверху вниз, ни снизу вверх. И положение или ситуация, или положение нам, Всевышнего Аллаха, при этом не изменяется. Фарта Ада Аби, говорит сын имама Ахмада. И тогда вздрогнул мой отец. И пожелтело его лицо. И он крепко схватил мою руку. И тогда я сжал его руку и держал ее, пока он не успокоился. Сумма Ахал потом сказал. Пойдем, ходим со мной к этому Мутахауиду. Мутахауид это кто? Который залезает в те вещи, которые никто не просит его туда залезать. Мутахауид говорит о вещах, о которых не говорили те, кто был до него. А когда он уравнялся с ним, то есть имам Ахмад сказал этому рассказчику. О, такой-то. То есть посланник Аллаха сказал, что спускается на ближнее небо. И не начал там разъяснять. Но не так, чтобы вы не подумали, что так, и не так, и не так. Понял. То есть просто спускается на ближнее небо. А этот рассказчик что начал говорить? Без того, чтобы положение Аллаха изменялось. Без того, чтобы он переходил отсюда сюда. То есть начал разъяснять, углубляться в то, во что никто не углублялся. Поэтому имам Ахмад сказал ему. О, такой-то. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассаляма, более ревнив по отношению к своему Господу, чем ты. Только на каза, Расулуллах, он говорит. Говори так, как рассказывал посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассаляма, а потом уходи. А потом уходи. Паула Ханбаль, эта история понятна, дальше что? Паула Ханбаль, после этого один из обладателей знаний, салаллистского масхаба, сказал. Культу ли аби Абдилля? Я сказал, абу Абдилля, то есть имаму Ахмаду. Я не Ахмад им на Ханбаль. Янзил Аллах и ла Самаид Дуни. Мы знаем, что Всевышний Аллах спускается на ближнее небо. Культу. И потом я его спросил. То есть говорит Ханбаль, спросил имама Ахмада. Ну, зулюх би эльми ау би маза. Что значит спускается? Имеется в виду его знания спускается или как понять? Понял или нет? То есть Ханбаль подумал, что спускается не сам Всевышний Аллах, а спускается его знания. Сказал, как понять спускается? То есть его знания спускаются или что? Пахали ли? И тогда сказал имам Ахмад. Оскут ангаза. Замолчи, сказал об этом. Малакава газа или Малакава ли газа. Что ты лезешь, во что тебя не просят? То есть читай хадис, который пришел относительно этого, не придавая образу этому. То есть сказал тебе Всевышний Аллах, спускается сам Аллах. Так? И не сказал спускается его знания или что-то такое. Сказал сам Аллах спускается. И тоже говорит, что спускается сам Аллах, без того, чтобы говорить, наверное, имеется в виду не сам Аллах, а имеется в виду его знания, мощь или милость и так далее. И не ограничивай его спускание ничем. Говори то, что пришло у нас в Ахарах. Так? То есть сообщение от пророка Санула Саньяц, подвижника. И ограничься тем, что пришло у нас в Куране, в книге Всевышнего Аллаха. Эта история об имаме Ахмаде и об этом рассказчике, у него нет виснада. Так, то есть она приведена, приведена у имама, у кого? У имама Лалакай, в шарфусуле Атихата Ахлисуна Алджима, без виснада. Без виснада, под номером 777. Поэтому мы не можем вынести постановление относительно этой истории, ни о том, что она достоеверна, ни о том, что она не высоверна. Так же сказал имам Исхак ибн Ибрагим, так, ибн Рагавей. Каля ли Амир Абдуллах ибн Тагир. Однажды сказал мне правитель, которого звали Абдуллах ибн Тагир. Я, Боя Акуб, О, Боя Акуб. Этот хадис, который ты передаешь от посланника Аллаху, Янзил Раббуна Кулля Лейлятин Илла Сана Иддунья. Спускается наш Господь каждую ночь на ближнее небо. Как он спускается? То есть ты этот хадис передаешь? Хоть можешь мне объяснить, как он спускается? Каля кунту Аззаллаху Амир. Тогда сказал Исхак ибн Рагавей, да возвеличит Всевышний Аллах, правителя нашего. То есть сделал за него дуа. Ла юкалю ли Амри Раб Кейса. Неправильно говорить относительно Господа, как. То есть как он спускается. И неправильно разузнавать об этом. Инна маензилю биля Кейф. Но он спускается без того, чтобы мы знали, как он это делает. Эта история достоверно пришлась от кого? От Исхак ибн Ибрагима. Можете себе отметить, что это истинно достоверно. Дальше говорит имам Аль-Хафиз Абдулгани Аль-Махдиси. Ва-Манкаль. А тот, который скажет. Яхлю л-Арш, аиндан-нудзуль, ау-ля яхлю. Если кто-то скажет. Как понять, Всевышний Аллах спускается на ближайшее небо? Если он спускается, то его трон пустое остается, что ли? То есть все, Аллах спустился и на троне его уже нет? Или наоборот мы говорим, что нет, Всевышний по-прежнему остается на троне, хоть он спускается на ближнее небо? Говорит, фатат-атаби хаулин муктада. Как бы ты ни сказал так или так, то есть остается ли трон свободный, или Всевышний по-прежнему остается на своем троне, даже если он спускается на ближнее небо, оба этих слова являются хаулин муктада. Являются словом нововведенческим, так? То есть словом нововведенцев. Нельзя такое слово говорить. То есть неправильно говорить, что Всевышний Аллах остается на троне, или трон остается пустой, когда Всевышний спускается. То есть об этих вещах не нужно спрашивать и не нужно думать. То есть Всевышний спускается так, как Он спускается, и мы знаем то, что нам сообщил, и Всевышний не сообщил нам. Остается Его трон пустой, или что? Или Он сам остается на этом троне, несмотря на то, что Он спускается. То есть об этом нам не сообщил, поэтому мы о таких вещах не спрашиваем. Понятно? А кто спрашивает, тот спрашивает слово или вопрос, который спрашивают у него первые три поколения. И говорит ура, и он Мухтара. И пришел, если он спросит один из этих, то есть задаст этот вопрос или ответит на этот вопрос одним из двух ответов, то он пришел с мнением Мухтара. Выдуманным. С мнением выдуманным. Что знаешь выдуманное? На которого нет довода ни из Фурана, ни из Сунны. То есть ты не можешь привести довод ни из Фурана, ни из Сунны о том, что трон остается пустой. И также не можешь привести довод о том, что Всевышний Аллах продолжает оставаться на троне. Понятно или нет? То же самое, брат, и те, которые говорят, как этот Всевышний Аллах спускается на ближнее небо каждую последнюю треть ночи. Говорит, на земле в любом случае присутствует всегда последняя треть ночи. Так или нет? То есть если у нас сейчас день, то где-то треть ночи. Последняя треть ночи. Потом, если она у них заканчивается, переходит на другую территорию. Так или нет? Потом переходит на другую. То есть постоянно, постоянно на земле присутствует последняя треть ночи. Это что означает? Что Всевышний Аллах все время, что ли, на ближнем небе? Или как это понять? Или все время он спускается, или как это понять? То есть эти все вопросы, что мы не задаем и не спрашиваем. Мы говорим, что Всевышний Аллах спускается на последние три точки, а как он это делает, нам неизвестно. И Всевышний Аллах, Афамас, так, ни в ком не нуждается, и все нуждаются в нем. То есть Всевышний Аллах не зависит от временных рамок, которые у нас здесь на земле установлены для кого? Для жития людей, так или для бытия людей. Это все для нас Всевышний Аллах установил временные рамки и тому подобное. Там, допустим, силы притяжения и подобные законы физики установлены для кого? Для нас. И не влияют они на Всевышний Аллах и Всевышний Аллах независимо от них. Поэтому мы не говорим ни так, ни так. Понятно? А умалчиваем вообще об этих вещах и что? Не задаем таких вопросов и не отвечаем на такие вопросы. Не отвечаем на такие вопросы.